Слава Господу! 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 Аминь! Слава Господу! 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 тебе три часа не находил, а ты что сейчас говоришь мне? Но я был благословенным и блаженным в это время. И все так меня поздравляли, благословляли, ну, говорят, вот, видишь, что... И я это сохранил в своем сердце. И было все хорошо. Я знал, что я такой другой. Я отличаюсь, я помазан, я то, я все... И служение росло. Знаете, Бог благословлял меня во всем. Но однажды жребий, в этот день бросалось жребий в нашей жизни. Это было летом. Мы работали, чинили что-то в нашем доме. И вдруг крик. Знаете, какой крик? Этот крик, ужасающий крик. Крик нашего сына. Ему было пять лет тогда. И крик этот, как будто... Это не крик ребенка, который упал или испугался чего-то. Это крик. Я не могу просто вам объяснить, что это было. И он вошел в мою жизнь и перевернул все и вытащил из-под моих ног землю. Я оказался над пропастью. Я еще ничего не знал. Я еще не видел его. но я знал, что все пропало сейчас. И побежал к нему, а он стоял на земле хуже меня, конечно. Он руки так держал перед собой. Он не видел ничего и не слышал ничего. Я в ужасе просто обнял его. Сам должен был еще перебороть тот ужас, который вошел в меня. И мы отвезли ему домой, уложили на постель, начали молиться. Я не знал, как молиться. Я не знал, что происходит. Я не контролировал уже все. И мы молились, мы провозглашали, и мы связывали дьявола. Все как мы могли молились. Потихоньку он пришел в себя, все сложилось. Я хотел бы думать, что все прошло, но, знаете, этот крик, когда вошел в мое сердце, сказал, что все, вот с этого времени все будет хуже, все будет плохо. Я не мог объяснить, но я знал это. И прошло время, с ним все было хорошо. И однажды еще такой же крик, и потом еще, а потом еще чаще, а потом еще чаще, потом другие синдромы. И однажды у меня были билеты, я с братьями должен был улететь в Турцию на служение. Но он заболел, и мы отвезли его к врачу, он кашлял, а врач, которая исследовала его, она сказала, ничего такого нету, несколько таблеток, и все пройдет. А когда мы должны были выйти, нет, мы вышли из кабинета, вдруг доктор останавливает нас, она говорит, сколько времени, что ваш сын так шагает? А он начал шагать вот так, вот так он шагал. Мы говорим недолго, несколько месяцев. Она говорит, знаете, завтра вам нужно уехать в дерево на обследование. Я говорю, у меня билеты, я завтра улетаю. Она говорит, никуда вы не уедете, это очень серьезно, вы должны сегодня поздно, вы должны завтра поехать в дерево на обследование. С ее слов, вот это то, что вошло в меня с начала этого крика, все так же во мне переворачивалось. Мы поехали в дерево и чтобы обследоваться была очередь. Нам нужно было подождать несколько дней и пока я ждал, я был в комнате всегда молился и читал Библию. Я стоял на коленях, Библия была у меня на диване, я перелистывал Новый Завет и я говорю, Господь, вот ты здесь, смотри, Иаир тебя позвал, у него дочка умирает, а ты сразу пошел к нему, ничего, никаких проблем, и ты пошел и возвратил ее дочку, а здесь видишь, вот женщина из Сидона, она тебе, ее дочь бесноватая, и ты освобождаешь ее, и третье, и четвертое, и десятое место, и все, Господь, ты же такой, ты же вот, ты же тот же сегодня, что и был вчера, я вот листал, листал, листал и дошел до места, где написано, что когда Иоанн креститель из тюрьмы послал своих учеников к Иисусу, чтобы ему сказать, ты тот, ты ли тот, кто должен был прийти, и Господь исцеляет там многих, освобождает, исцеляет, дает зрение, я говорю, Господь, ты же вот, смотри, ты же исцеляешь все время, и мои глаза там заметили такое место, Иисус исцелил многих в то время и сказал, идите скажите к Иоанну, блажен тот, кто не соблазняется, и вот это слово Господь мне сказал, и я взял это, я говорю, Господь, я держу это, все, я держу, я не соблазняюсь в тебе, я верю, что ты исцеляешь, и молился усердно, я говорю, отец, ты же прошел, по такому же пути, ты же отдал своего сына, ты же знаешь, что я переживаю, ты же все это прошел, чтобы мне не дать пройти через такое же, и вдруг он меня спрашивает, это было очень реально, это было очень жестоко, он мне говорит, а что если, вы понимаете, что это значит, это не нужно перевести, что если, а я был вдохновлен, вот этим стихом, я был вдохновлен тем, что Господь мне сказал, блажен тот, кто не соблазняется, я вот такой вдохновленный, говорю, а я даже не буду спрашивать тебя, почему, и все, и все это прошло, потом у нас выяснилось, мы прошли, прошли обследование, и выяснилось, что у пятилетного ребенка опухоль головного мозга, самый злокачественный, самый жестокий, и вот, теперь тебе придется пересмотреть все доктрины, все твое уверование, все твое знание Господа, все, что у тебя есть, что у тебя было до этого, это то, что уже жребий, это то, что от тебя не зависит, и нужно пройти еще тест, а правильно ли ты знал его, а правильно ли то, что написано в Новом Завете, и можно ли уповать на это, полагаться на это. Мы ездили домой, в маршрутном такси, маршрутка была пятнадцатиместовая, и знаете, мой сын смотрел на меня, я как, я как, я придуривался, знаете, он смотрел на меня, я, я убивая самого себя, я шутил с ним, шутил, и смеялся, как, ну, не знаю, и он смеялся, так, звонко, так красиво, так от всего сердца, я думаю, смотрели люди на нас, в этой маршрутке, я думаю, что они думали, вот, счастливые люди, да, отец и сын общаются, в таком прекрасном общении, наверное, нет подобных их счастливых, я, я все это думал, это было кровотечащая рана в моем сердце, но с виду я не давал, и я продолжал с ним шутить и смеяться, вдруг, дух святой мне напомнил, как братья, кто-то сказал, что когда приходит, он, он напомнит нас слова Иисуса, дух святой мне напомнил это пророчество, и он говорит, ты муж по сердцу моему, я избрал тебя, я дал тебе сердце Давида, я не замечал остальное, знаете, ты пройдешь через много препятствий, у тебя будут много трудностей, я не замечал, вот, вот это было уже, межи мои проходили через эти места, и я задумался и говорю, Господь, если ты мне сердце Давида дал, и если это Голиаф, я буду побеждать его, этот Голиаф упадет, он будет побежден мною, и начал уже от всего сердца радоваться с ним и шутить, мы приехали домой, дни шли, около 8 месяцев прошло с того дня, как я услышал его крик, дни шли, выздоровления не было, я молился, я боролся, я держал себя, чтобы не быть этим, соблазненным, я держал веру, и все время провозглашал, восемь месяцев я это таил от своей матери, она была в России, я не говорил ей, что наш сын так болен, и за один день все это перевернулось, за один день ему стало настолько плохо, что я знал, что эта ночь будет последней, и я позвонил матери и сказал, что мы в такой ситуации, потому что я точно знал, что это будет последняя ночь, а эта ночь была ужасной, он еле дышал, я лежал рядом, ухо мое было всегда у него под носом, чтобы слышать его дыхание, дышит он или нет, иногда его дыхание останавливалось, я как бешеный его дергал, говорю, ты должен дышать, дыши, ты должен жить, смерть не приблизится к моему дому, кровь Иисуса может сохранить, я противостою этой смерти, и тому подобное, вот ночь прошла вот таким образом, на следующий день я остался совсем один, никого не было из братьев, они были на конференции, мы были один на один с нашей бедой, и вдруг на утро Бог начинает, Иисус начинает говорить, и он говорил так, он говорит, что ты скажешь, столько времени он был твоим сыном, что ты скажешь, если пришло время, и я хочу быть его отцом вечности, это было так смиренно, но это смирение мне не касалось тогда, я с ним боролся, я говорил, ты это серьезно меня спрашиваешь, ты серьезно меня спрашиваешь, мой ответ будет тобой принят, будет иметь вес, то, что я скажу, ты будешь довольствоваться, что я скажу, да или нет, если ты меня спрашиваешь, так слушай, нет, я кричал, я кричал, нет, нет, не подходи, смерть не войдет, а он говорил, смерть не придет к вам, я приду, я говорю, нет, ты тоже не приходи, нет, да, это ужасно смешно, и меня мучил, самый большой, больше мучил вопрос, я ему говорю, ты мне сказал, ты мне обещал не соблазняться, я вот стою в вере, я не соблазнился, я верю, я верю в твою силу, я верю, что ты можешь его воскресить из мертвых, я верю, так исцели его, и искал его, и молился, и кричал, и боролся с ним, к вечеру пришел пастор Рафаэль, он вошел в комнату, он никогда не видел его таким, увидел и убежал из комнаты, в другую комнату он убежал, рыдая, и я пошел к нему, и мы обнимались, и рыдали вместе, мы еле стояли на ногах, и я спрашивал ему, он же мне обещал, он же мне говорил, блажен тот, кто не соблазняется, я же не соблазнен, я стою в вере, пусть он исцеляет, знаете, это было как, как сам Иисус, в теле пастора Рафаэля, обнимал меня, и хотел поговорить ко мне, и он понял, что это значит, и пастор Рафаэль говорит, слушай, сынок, ты неправильно понял, он не имел в виду, он не обещал исцелить твоего сына, он сказал это тебе, потому что ты евангелист, потому что он через тебя служил людям, исцелял, освобождал, и он говорил это тебе, чтобы ты не соблазнился, когда твой сын уйдет, знаете, говорят, такая пословица есть, истина поможет, но прежде она взорвет твои мозги, вот такое со мной и было, я понял, что это истина, я понял, что это невозможно перебороть, я понял, что Господь имеет в виду вот то, что он имеет в виду, не то, что я думаю, не то, что мне хочется подумать, но то, что он сказал, я понял, и когда я понял, я ему говорю, пойдем помолимся, он говорит, а что ты хочешь молиться, я говорю, он мне просил стать отцом его, а я говорил, нет, я хочу отдавать его, ему, я хочу отдавать, и мы пошли, и это было, как Авраам, своим ножом ты должен для себя умертвить своего сына, я сказал, Господь, ты просишь у меня, я его отдаю тебе, с этой минуты я больше не буду молиться, чтобы ты исцелил, он твой, и ты решай, как с ним будешь поступать, я буду с тобой, я не буду против тебя, у меня ничего не будет, между мной и тобой ничего не останется, и две вещи я просил, дай ему некоторое время пожить с моей мамой, которая прилетает сегодня, и сохрани жизнь моей мамы, и он сделал так, все это, что я ему не просил, об этом он этого и делал, и через месяц уже наш сын, я не хочу больше в деталях описывать, потому что времени мало, через месяц наш сын просто ждал Иисуса, знаете, он не хотел жить, он больше хотел уйти, это его, это была его просьба, это была его молитва, он хотел, шестилетний ребенок был таким близким с Иисусом, что я завидовал ему просто, и он ждал целый день, он непрестанно смотрел перед собой и ждал Иисуса, и в один момент просто он улыбнулся вот так и качал головой, как будто я согласен, я хочу идти, и он ушел. Когда он ушел, я пошел к жене, говорю, у нас есть такой шанс, у нас есть такая возможность, давай проводить его как подобает. Я верно знал, что еще несколько минут он будет в нашем доме. И мы пошли, зашли в свою комнату, встали на колени и начали прославлять и благословлять Господа, и начали благодарить Его, и провожали нашего сына. вот таким прославлением и поклонением. И он ушел. И через некоторое время Дух Святой мне открыл вот что. И он говорит, он напомнил мне, я избрал тебя, я дал тебе сердце Давида, ты муж по сердцу моему. И он объяснил мне, иметь сердце Давида, это не значит победить Голиафа или умертвить льва или медведя. Иметь сердце Давида значит вот что. Помните, у Давида был сын больной при смерти, и он просто лежал на полу и молился несколько дней. К нему даже боялись подойти его служащие. И когда ребенок умер, боялись ему сказать, что твой сын умер. Он догадался, помните, да? И он говорит, умер ребенок, они говорят, да, умер. Он встал, пошел умился, пришел, сел за стол и говорит, дайте мне кушать. И Бог мне говорит, вот это сердце Давида. Это не то, что ты будешь перебороть самого Господа. Но это то, что ты будешь смиряться перед Ним, узнавать Его таким, узнавать в таких межах и делать эти твои межи прекрасными, как говорил Давид в своем псалме. Межи мои прошли по прекрасным местам и наследие мое приятно мне. Я уже заканчиваю эту пробовать. Но давайте посмотрим. Умирает сын Давида. Никаких измененных отношений с Господом. Другой сын насилует дочку. Давид не гневается на Бога, не говорит, почему это так. Третий сын убивает второго сына. То же самое. Убивается вот этот же сын Абисалом, когда он поднимает бунт против своего отца. Насилует жен своего отца. Давид бежит просто от своего сына. Убегает и плачет по дороге. И еще кто-то злословит его и кидается камнями. Он был с Китаем и угнетаем царем без причин. но он был верным, он преданным, он честно служил и где-то 15 лет был гоним за это. И Давид может сказать вот эти стихи. Что для нас означает поклонение или знание Господа, или хождение с Ним? Что для нас это значит? А знаем ли мы его таким? Знаем ли, мы читаем, конечно, для нас есть такие, когда меня спрашивают, мне трудно, мне, я боюсь, у меня такие ощущения, что я могу делать? Я говорю, читай Псалом 90-й, там написано, и там такие обетования есть мощные, да, мы же читаем, мы провозглашаем это, а в 90-м Псалме есть еще такой стих, если вы помните, 15-й стих, с ним я скорби. И как изумительно, что он не обещал нам, что скорби не будет. Он не рекламировал нам Царство Божие. Он не говорит, что я под твоих ног ковры буду складывать, чтобы тебе хорошо было идти. Он говорит, мы вместе будем, мы вместе пройдем это. тихо когда мы находим, хотя вот таких местах, хотя местах, где даже утешение может трудно найти, но нужно оглядываться просто, нужно не бороться, нужно искать его, нужно сказать, я хочу тебя видеть, Господь. сегодня я читал Библию, где брали этого человека, Симон его зовут, по-моему, если я не ошибаюсь, и крест Иисуса ложат на него. Иногда мы оказываемся на месте Симона, знаете, мы говорим, мы же шли, как шли, мы шли домой, у нас нормальная жизнь, мы работаем, обеспечиваем нас, семью, все хорошо, мы молимся, мы верим Богу, а вдруг из-за ничто, откуда-то нас берут и под крест, и как будто все уже меняется, все уже не идет так, как мы хотели, чтоб шел. И мы думаем, почему, Господь, почему именно я? Смотри, тысячи людей там стоят, тысячи людей там смеются, ругают, почему одного из них взяли туда под крест, почему я должен был? И я думаю, есть, может, есть вопросы, на которые ответы нам очень трудно найти или нету таких ответов, но я думаю, вот решение в чем. Мы должны оглянуться, мы думаем, что это наш крест такой тяжелый, а на самом деле мы со Христом под одним крестом, и это не его крест для нас очень тяжелый, это же наш крест на нем. И это же он пришел, чтобы мы вместе шли по этому пути. И тогда не надо будет задавать вопросы, нужно будет быть блаженным со Христом, хотя бы в таких путях. И Давид пишет, вы думаете, легко это писать, и можем ли мы тоже вот такой псалом написать? Можешь ли ты сказать о своей жизни вот такое? Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятное для меня. Давид смог. Это не зависело от жизненных благословений и умножения богатства или большого мира, здоровья. Ни от чего не зависело это. только присутствием Господа в его жизни, хотя бы и в таких межах. Это жизнь. Нам бы хотелось попросить только хорошее, только суши. Да? А суши нужно есть с горькими этими приправами. Павел и жена его угостили нас. Первый раз мы ели суши здесь. А туда нужно и горькое. А мы хотим, нет, горького мы не хотим, нет. А нам говорят, а так невкусно будет. Жизнь, она полная. и радость, и долина плача, и все. Но всем этом самое благословенное и в радости, и в горе Иисус Христос, присутствующий в нашей жизни. Аминь. Может, есть кто, который тоже проходит через такие межи, который задает вопрос, почему? Знаете, я так и не спросил у Господа, почему? Но я знаю, что, когда мы придем на небо, мы увидим, что это было самое прекрасное в нашей жизни, переживание Христа живого. Аминь. Давайте встанем. Если кто-то есть, пути которого также идут во мрак, и там света нет, и ты соблазняешься, ты говоришь, на правильном ли я пути. Пророк Исаия в 50 главе говорит, есть среди вас боящийся Господа и слушающий голос раба моего, который ходит во мраке без света. Это как будто противопоставление друг друга. Боящийся Бога, слушающий голос раба моего. И вдруг этот человек ходит во тьме. А вы читали Исаия 54, а, 45-й. Там написано и богатство, и сокровище во мраке отдадут тебе. Мы хотим быть обогащенными, мы хотим иметь все это, но иногда они в таких местах. Я говорю, я не проповедник страданий, я проповедник Иисуса Христа. Я горжусь тем, что мы прошли. И я могу сказать очень так свободно. Я могу благодарить Господа за эти дни. Было трудно, было смертельно трудно, но Господь так близок был к нам, и Он провел нас, и Он вывел нас оттуда богатыми с познанием Господа. Мы не понимаем иногда, что происходит. Мы можем понять, когда мы пройдем чуть дальше и оглянемся. Как Давид. Кто-то хочет, чтобы за него молились. Человек, который проходит по таким путям. Времени немного, но мы можем молиться. Да, пастор Сергей? Пожалуйста, если еще есть, у нас две минуты просто. Спасибо. Я буду ожидать тебя с раннего утра, и песня моя, как утренний сраж, предваряет рассвет. Уставы твои для меня лучше золота и серебра. И сердце горит, когда вспоминаю я твой вечный завет. Святый Бог, я теперь живу для тебя. Нет дороги назад, и все, что было, сошло пламя огня. В моем теле течет твоя кровь, что скрипила завет, ты стал моей судьбой. Мой царь, вот тебе мой ответ. Я буду ожидать тебя с раннего утра, и песня моя, как утренний страш, притворяет рассвет. Уставы твои для меня лучше золота и серебра, и сердце горит, когда вспоминаю я твой, твой вечный завет. Святый Бог, я теперь живу для тебя, не дороги назад, и все, что было, сожло пламя огня. в моем теле течет твоя кровь, что скрипило завет, и стал моей судьбой. Мой царь, вот тебе мой ответ. Святый Бог, святый Бог, я теперь живу для тебя, нет дороги назад, и все, что было, сожло пламя огня. В моем теле течет твоя кровь, что скрипило завет, ты стал моей судьбой, мой царь, вот тебе мой ответ. Ты моя судьба, святый отдаю тебе все святый покой, Иисус, я поклоняюсь и тебе домой, о Иисус, спаси мне мной. Иисус, 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 святый бог. Святый теперь живу для тебя, не дороги назад, и все, что было, сожгло пламя огня. В моем теле течет твоя кровь, все скрипило завет, иисус, ты стал мое судьба, мой славь, вот тебе мой ответ, для течет, в грейт, я тебе живу для тебя не дороги назад и все что было сожгло пламя огня а в моем теле течет моя кровь что скрипила завет ты стал моей судьбой мой царь вот тебе мой ответ а теперь и без тебя и все что было сошло пламя огня и чё твоя кровь Что спрепила замет, ты стал моей судьбой. Мой царь, вот тебе мой ответ. Ты стал, ты стал моей судьбой. Мой царь, вот тебе мой ответ. Продолжение следует.